В эфире «Наше время» о событиях понедельника в материалах моих коллег в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте! И коротко о некоторых темах выпуска. Город захлебнулся. Ливень стал причиной затопления дорог, дворов и домов. Как оренбуржцы справляются с последствиями дождя? В селе Васильевка Кувандыгского района подсчитывают ущерб от пожара. Огонь уничтожил 9 жилых домов. Несмотря на грозы, в области ввели режим повышенной пожарной опасности. И крылатые машины расскажут о небе. У меня сын увлекается самолетами. И когда я узнал, что будет открыт музей, я специально привез их посмотреть. В Оренбурге открылся музей гражданской авиации. Какие экспонаты представили посетителям? В начале о дорожной трагедии. Накануне в Неженке в жутком ДТП погибли школьники. Авария случилась около 10 часов вечера на перекрестке улиц Неженской и Оренбургской. Автомобиль ВАЗ-2104, не уступив дорогу, на полной скорости влетел в самосвал. В салоне легковушки в этот момент находились пятеро подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия пятеро несовершеннолетних, находящихся в автомобиле ВАЗ-2104, получили телесные повреждения различной техники тяжести. Трое подростков были доставлены в медицинские учреждения. Один в реанимацию и двое после оказания медицинской помощи отпущены домой. Один подросток скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. И второй по пути следования в медицинское учреждение. Один из подростков погиб на месте происшествия. Другой, 16-летний юноша, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. По факту дорожной аварии сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Но уже достоверно известно, что 15-летний школьник сел за руль автомобиля, принадлежащего его отцу, и поехал с друзьями кататься по поселку. Причем сам горе-водитель выжил и сейчас находится в тяжелом состоянии. Взял ли подросток ключи от машины самовольно или транспортное средство ему доверили родители, сейчас выясняется. Другим темам. На смену солнечным дням пришли дожди. Сегодня городские ливневки не справлялись с потоком воды. В буквальном смысле поплыли улицы Чкалово, Рыбаковская, Солмышская, проспект Дзержинского и многие другие. Некоторые дворы попросту оказались затопленными. Фото и видеоматериалами очевидцы делились в интернете. Всем телефон редакции сегодня разрывался от звонков оренбуржцев, которые жаловались на последствия ливня. Проливной дождь, накрывший Оренбург, стал причиной затопления не только дорог, но и домов. На горячую линию службы 005 поступили десятки звонков от жителей из разных районов областного центра. Оренбуржцы жаловались на то, что их квартира заливает дождевой водой. Так и настоящий потоп случился в доме номер 126 по проспекту Победы. Люди говорят, их заливают уже не первый раз. И самое интересное, что коммунальщики об этом знают. Более того, этим летом даже проводили капитальный ремонт крыши. Только очевидно, что ситуация особо не поменялась. Как приходится жить во время дождя, увидели Екатерина Волкова и Владимир Семенов. Нина Ахмадулина не успевает менять тазы и ведра. Воды столько с потолка, что работы хватит на сутки. Спасать квартиру женщине приходится с обеда, но получается не очень. Потому как с усилением на улице дождя в комнатах появляется все больше мокрых мест. Вообще в доме на проспекте Победы 126 потопы случаются, как оказалось, периодически. На протяжении, уверяют жители, 40 лет. И хотя долгожданный капитальный ремонт крыши делали этим летом, суши в квартирах почему-то не стало. Еще более Нине Ахмадулиной обидно, что затейный ремонт жилья вновь пошел крахом. Опять придется менять новые обои и полностью переделывать потолок. А ведь коммунальщики с управляющей компанией «Южная» заверили, что больше протечек в доме не будет. Тогда я говорю, я буду начинать ремонт, обдираю обои. Я говорю, с вас же ничего не возьмешь. Начинайте. Вот я все обограла, сейчас опять дождик и опять все полилось. Звоню ей, вы надоели мне? И бросила трубку. Встретиться и созвониться сотрудниками управляющей компании «Южная» не удалось. Ответственные сказали на выезде. Впрочем, в затопленных квартирах их присутствия замечено не было. В то же время за воды капризничать стала и проводка. Чтобы избежать замыканий, люди вынуждены сидеть в квартирах без света. Но терпеть убытков Нина Ахмадулина не желает. Намерена жаловаться главе администрации. Обратиться и в суд, чтобы навсегда избавиться своей квартире от неожиданных осадков. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. Между тем, по прогнозам синоптиков, такая дождливая погода в Оренбуржии продлится как минимум до середины недели. А уже к пятнице на смену осадка могут прийти заморозки. Минимальные температуры к концу недели. Они будут составлять плюс 3, плюс 8 градусов. Дневные температуры будут составлять в пределах 15-20. Ну и к воскресенью немножко начнут расти за счет того солнца, которое будет у нас присутствовать и за счет ослабления ветра северного. Надо сказать, что вполне вероятно, что на поверхности почвы в отдельных районах могут наблюдаться заморозки. Пострадавшим во время пожара жителям Кумандыгского района помогут приобрести новое жилье за счет области. Об этом заявил губернатор Юрий Берг. Сейчас специальная правительственная комиссия подсчитывает ущерб от стихии. Напомню, пламя, пришедшее в деревню Васильевка из степи, в эту субботу уничтожило 11 построек, среди них 9 жилых домов. Без крыши над головой остались 5 семей. Полностью потушить огонь удалось лишь днем воскресенья. Причем к ликвидации пожара в Васильевке через Генштаб Министерства обороны привлекли 3 самолета Ил-76. Хроника событий в материале Виталия Сапожникова. Мы находились в доме, бабушка 90 лет, 88, и я. Узнали 10 минут четвертого. Вот успели буквально выскочить, бабушку вынести, пол четвертого уже все начало полыхать. Пламя пришло в деревню Васильевка днем в субботу. То, несмотря на все усилия местных жителей и пожарных, не удалось спасти 8 жилых домов и 3 надворные постройки. Способствовали распространению огня, жаркая погода и сильный ветер. А еще и, как выяснилось позже, пренебрежение правилами пожарной безопасности самими жителями Васильевки. Много фактов нарушения правил пожарной безопасности со стороны жителей. Если вы видели, кто был там на Васильевке, во дворе сток сена, который просто немыслимо с точки зрения разума, невозможно осмыслить, как себя можно не любить, чтобы вот такие опасности для себя создавать. Осложнила ситуацию нехватка пожарной техники. Оказалось, что в тот день во всем районе было зафиксировано около полусотни очагов возгорания. Все машины МЧС занимались их тушением. И то, что именно в Васильевке ситуация сложилась самая критическая, понять удалось не сразу. Я считаю, что есть и ошибки с нашей стороны в части недооценки обстановки. Но, с другой стороны, нехватка сил на тот момент, когда очень много возгораний. Но, в любом случае, мы будем проводить служебную проверку по всем фактам, которые проявились в Васильевке. С утра воскресенья в деревне собрались практически все члены правительства области в главе с губернатором, который провел в Васильевке двое суток. Вопрос с жильем для пострадавших практически решен. Без крыши над головой до холодов люди точно не останутся. Сюда же приехали первые автомобили с грузом постельного белья и одежды из Орска. Пяти семьям выплатили разовую компенсацию в 10 тысяч рублей. Девять стоим в Карелии, в Каланске. Мы сейчас в районе сгубернаторим. Между тем, судьбу Васильевки рискуют повторить населенные пункты во многих районах области. В 11 муниципалитетах в пик жаркой погоды объявлен режим повышенной пожарной опасности. В отдаленных поселениях люди самостоятельно готовятся к отражению огня. Мы тоже боимся, что у нас будет пожар, поэтому мы все приготовились, затарили, что можно, водой все, баки, ведра, приготовили лопаты. Все мужчины нашего села в данный момент тоже находятся на пожаре. Так что мы в селе, наверное, находимся одни женщины, дети и старики. Впрочем, пришедшие в область дожди настраивают на оптимизм. Однако режим повышенной пожарной опасности в МЧС пока не отменяют, вплоть до особого распоряжения. Виталий Сапожников, Станислав Доминов. При поддержке телекомпании Медногорск ТВ. Наше время. Добавлю, что причины пожара в Кумандыгском районе выясняются, проводится экспертиза. Скорее всего, определяющую роль сыграла совокупность факторов природного и человеческого. Кроме того, Следственный комитет оценит действия муниципальных чиновников. Организована доследственная проверка по признакам халатности. На улице Богдана Хмельницкого, около Центрального рынка, продолжают вырубать деревья. По словам местных жителей, сегодня утром они вновь проснулись под знакомый стук топоров. Напомним, в июле разгорелся настоящий скандал из-за того, что компания «Статус М» уничтожила у дома номер один больше двух десятков совершенно здоровых полувековых деревьев. На месте некогда цветущего сада должна была появиться парковка, и в администрации Южного округа это подтвердили. Правда, тогда на сторону жителей встала прокуратура. Там признали, рабочие перестарались и зеленые насаждения вырубили незаконно. Компанию наказали штрафом, но коммерсанты продолжают уничтожать деревья. Почему, выяснял Ольга Патушева. Сегодня полвосьмого утра я услышала грохот трактора и выскочила на улицу. Выскочила, они тут вот начали копать траншеи. Траншея, как пояснили Людмиле Герсименко, нужна, чтобы расширить дорогу, убрать хлачок земли на повороте и уложить здесь асфальт. Местные быстро смекнули, проезжая часть станет еще ближе к их дому. Они нам объясняют, что нужна широкая полоса. Пожалуйста, убирайте за счет рынка. Нет, туда не идут. Туда не идут. А вот к жильцам просто. Впрочем, они не удивлены. В последнее время пейзаж возле дома меняется стремительно. Чуть больше месяца назад рабочие вырубили два десятка совершенно здоровых деревьев. Полувековые акации, липы, кусты, сирени отправились на свалку ради будущей парковки. Сейчас количество машин в городе Оренбурге достаточно большое. И есть необходимость в дополнительных парковочных местах. Новую парковку подозревают местные. У города выпросили владельцы административного здания по соседству. Где, по слухам, на первом этаже будет продуктовый магазин. Только так, уверяют, можно объяснить ее происхождение. Ведь столько без нее жили. И ничего. Теперь на этом месте растет число машин. А ту территорию, что жителям удалось отвоевать, засадили молодыми саженцами. Уже новое дерево, которое посадили, уже сломал тот же самый трактор. Махая своим ковшом. Вот и в этот раз без жертв не обошлось. Три куста и дерево вырваны с корнем. Жители потребовали объяснение. Ведь под угрозой оставшиеся. Где-то через час подъехал этот самый, ну, заместитель начальника. И сказал, здесь будет, как мы решили. У нас есть план. Покажите план, план. Не показывай. Еще через некоторое время у дома была уже целая комиссия. Представители администрации округа, представители департамента градостроительства. После долгих споров все-таки решили. Пообещали, что больше не тронут эту бровку. Только сгладят вот этот поворот на Богдана Хмельницкого. Немножко радиус делают больше и освободят этот перешейк. В планах у рабочих было и перевести тротуар. Для чего пришлось бы лишиться нескольких деревьев. Но жители их отстояли. Мы пообещали эти деревья ничего не убирать. Друга Патруша, Владимир Семенов. Наше время. О том, что проект расширения улицы в районе центрального рынка, скорее всего, придется менять, нам сегодня заявили и в департаменте градостроительства. Что конкретно изменит и могут ли жители не волноваться за столь лакомую для коммерсантов и чиновников территорию возле их дома, начальник ведомства Сергей Бринев нам пообещал ответить на эти вопросы в ближайшие дни. Но между тем, зеленых насаждений у дома лишились и жители пятиэтажки номер 14-1 по улице Всесоюзной. Об этом сообщает портал Орендей. 20 деревьев спилили ради реконструкции двора. И теперь вместо карагачей и клёнов там лишь убогие пни. Деревья решено убрать, а территорию заасфальтировать. Мнения жильцов разделились. Одни выступают за расширение двора, другие против. Между тем, по закону, взамен спиленных деревьев необходимо высадить новые, либо возместить сумму ущерба бюджету города. Проливной дождь не позволило дорожникам завершить работы по реконструкции Нежинского шоссе в намеченный срок. Закончить ремонт планировали сегодня ночью. Работа, к сожалению, не закончена. Планировали сегодня в ночь, но я имею в виду, с обходом на понедельник, произвести устройство верхнего слоя асфальта бетона. К сожалению, практически полночи шел дождь. Работу мы приостановили. Ну и сегодня коррективы погоды вынесла, как говорится, наш график. Теперь все зависит от погоды. Как только осадки прекратятся, работа продолжится. Между тем, осталось совсем немного. Уложить верхний слой асфальта на участки в 500 метров и доделать тротуары. Напомню, дорогу протяженностью почти 2 километра было решено расширить с 4 до 6 полос. Это позволит сделать движение безопаснее и удобнее для оренбуржцев и транзитного транспорта. Общая стоимость работы составила почти 150 миллионов рублей. Деньги выделили из областного бюджета. Автобусы проверят на безопасность. С сегодняшнего дня и до 25 августа маршрутный транспорт под пристальным вниманием инспекторов ГИБДД. Причиной тому стали участившиеся аварии с участием водителей рейсовых автобусов. В этом году в Оренбурге по вине водителей пассажирского транспорта произошло 36 ДТП, в которых погибли 2 человека и больше полусотни получили ранения. Выявляются нарушения правилы перевозки пассажиров. Это и лишние пассажиры, и переоборудование транспортных средств. Устанавливаются и лежачие места в автобусах, что категорически запрещено. Кроме того, дорожные патрули проверяют наличие работающих огнетушителей, а также специальных карт режима труда и отдыха водителей. Проверка коснется в том числе и междугороднего транспорта. При перевозке пассажиров на дальние расстояния водители не всегда соблюдают этот режим, что приводит к усталости. И особенно в утренние часы и ночные часы происходит дорожное транспортное происшествие с высокой тяжестью последствий. Урожай зерновых будет меньше, чем планировали, но на обеспечение областных нужд хватит. Сегодня министр сельского хозяйства области Михаил Маслов озвучил первые результаты идущей уборочной страды. По предварительным расчетам в этом году аграрии соберут порядка 2,5 миллионов тонн зерна. Этого объема хватит на муку, семена и корма. Все подробности у Юрия Мишенина. Прогнозы, которые мы озвучили по весенним полевым работам, не сбылись. Дождливая весна дала надежды на большой урожай. Планировали получить от 15 до 20 центнеров зерна с гектара, а вышло почти в два раза меньше. Две недели засухи хватило, чтобы погубить растения на площади в почти 600 тысяч гектаров. Температура на почве доходила до 70 градусов, потому колос просто не завязался. Ущерб крестьян уже подходит к 2 миллиардам рублей. В хозяйствах же, где засуха свирепствовала не сильно, сейчас идет уборка. Уже намолочено более 500 тысяч тонн зерна. Если погода больше не преподнесет сюрпризов, то в этом году урожай будет на уровне 2,5 миллионов тонн зерна. Этого зерна в принципе в полном объеме у нас хватает для внутренних потреблений. На муку потребление по области 200 тысяч тонн. Закрываем в полном объеме. Закрываем семена 560 тысяч тонн. Закрываем по натуроплате, по расчету с рабочими, сельхозтоваропроизводителей. Где-то тоже в пределах около 400 тысяч тонн. И остается свободного зерна на реализацию 1 миллион 130 тысяч тонн. По словам министра, сейчас полным ходом идет заготовка кормов. Их в этом году тоже будет достаточно. Причем крупные хозяйства просят полностью рассчитаться с личными подворьями, фуражом и сеном. Потому как программу сокращения животноводства в ЛПХ, которую сейчас обсуждают в Москве, в Оренбурге точно не поддержат. Для того, чтобы население могло спокойно держать скот в неограниченном количестве. То есть вы знаете, что у нас сегодня по области 638 тысяч крупнорогатого скота. И практически половина скота находится у населения. Михаил Маслов уверен, те налоги, которые можно собрать с личных хозяйств, никак не перекроют ущерба от возможного сокращения поголовья скота. Ведь если станут переводить крупные личные подсобные хозяйства в фермерские, то крестьяне наверняка пустят скотину под нож. Юрий Мишинин, Станислав Даминов. Наше время. Как бывало, и самолеты расправляют крылья и готовятся рассказать о небе. Сегодня в аэропорту Оренбург открылся музей гражданской авиации. Он занял весьма солидную территорию, больше одного гектара, и уместил пять ослуживших свой век лайнеров и вертолет. Прелесть экспозиции в том, что воздушными судами можно любоваться не только снаружи, но также изнутри одной из первых посетил музей наш корреспондент Екатерина Теселева. Музей авиации открыли, невзирая на нелетную погоду. Ливень не остановил ни организаторов самых первых экскурсий, ни зрителей. Его презентовали как еще одну визитную карточку города, мимо которой теперь ни один приезжий, вернее прилетевший в Оренбург, мимо точно не пройдет. Я очень рад тому, что у нас появился вот такой замечательный уголок, где мы в первую очередь можем увидеть вот эти легендарные самолеты, самолеты-тружины и вертолеты. Добрый путь в музей, пусть мальчишки вот здесь, можно сказать, заболеют небом. А этим, когда заболеешь, то это на всю жизнь. Заболевших небом уже хватает. Вот Дима Феоксистов, к примеру, собирается стать пилотом. Однако так близко, как сегодня, свое потенциальное рабочее место еще не видел никогда. Он самолет только в воздухе видел. Здесь каждому гостю дозволяется проникнуть в самое сердце крылатой машины, подержать в руке штурвал, посидеть в кресле пилота. Очень интересно, я вообще впервые в кабине, недавно летали мы, и прям очень интересно увидеть, как это вживую происходит. Все экспонаты в музее можно не только пристально рассматривать, но и детально изучать их биографию. Ведь здесь у каждого своя неземная история за крылом. Именно вот они перевозили правительство. Вот этот Ту-154, они были взяты из 235-го летного отряда. То есть этот правительственный отряд, где летали наши варнадзе. А закреплен этот самолет был за председателем Совета Министров Николаем Рыжковым. После столь важных политических фигур в небо принялись поднимать суда помоложе, а этих друзяк сослали в Оренбург. Еще один экспонат Оренбургского музея гражданской авиации, самолет Ан-2, или как его еще называют Ласкова Аннушка, между прочим, занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Изначально курсовая работа студента Антонова так прижилась в небе, что ее выпускают подряд в шесть десятков лет. Каждую из этих ласточек Анатолий Зародов разглядывал сегодня не как музейные экспонаты, как бывалого друга. Он провел в небе целых 40 лет и успел порулить и Тушкой, и Яшкой, и Аннушкой. На последнем я летал на Ту-134. В любую погоду был допущен, практически к полетам в любую погоду. Вот вы сейчас поднялись наверх, у вас как сердечко екнуло, затасковали по небу? По ночам снится, все я летаю по небу. Наверное, небо снится каждому экспонату нового музея. Сегодня собрать этих лайнеров, те, что еще в строю, передали самолетам-ветеранам свой неземной привет. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время. Герой России Андрей Зеленко сегодня отмечает юбилей. Ему исполнилось 50. Ради такого повода в правительстве региона решили на время отложить совещание и поздравить человека-легенду с круглой датой. Спасибо вам за службу нашему государству. Спасибо вам за службу Оренбургию. Дай Бог вам здоровья, удачи, успехов во всем. Начали получить вам наших свободных благодарностей и поздравлений. Всей стране известен подвиг командира воинской эскадрильи подполковника Андрея Зеленко, который в июне 2000 года сумел посадить неисправный с объятым пламенем двигателем самолет Ил-76, на борту которого находились 220 призывников и 12 членов экипажа. Командир покинул горящий лайнер последним, после чего прогремел взрыв. Никто из пассажиров и членов экипажа при этом не пострадал. И сегодня Андрей Зеленко успешно несет службу, находясь в должности военного комиссара области, а еще помогает решать проблемы оренбуржцев в качестве народного избранника. И даже в свой юбилей почетный именинник много говорит о работе, о перспективах региона, о патриотизме и, конечно же, о своей любимой рыбалке, на которую ему выбраться пока редко удается. Настроение хорошее. Вижу перспективы. Жизнь продолжается. Здоровья еще очень много. Я думаю, что будем работать на благо Родины, на благо области. Все у нас будет хорошо. Конечно, жизнь прожита уже значительная, но, тем не менее, еще надо много сделать. Сейчас короткий рекламный блог, после которого расскажем об отключениях. Не переключайтесь. Оренбург-Водоканал сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ завтра с 9.30 утра и до 6 утра 19 августа в некоторых домах областного центра будет отсутствовать холодное водоснабжение. Название улиц сейчас перед вами. Адреса, по которым будет осуществляться подвоз воды, также на экране. Оренбург-Водоканал приносит извинения за временные неудобства. Телефон справочной службы 37-00. И городские электрические сети сообщают, что завтра, 18 августа, в некоторых домах областного центра не будет электроэнергии. Отключение возможно и в населенных пунктах Оренбургского района. Причина – плановые ремонтные работы. Адреса сейчас на экране. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. На этом все. Всем удачной рабочей недели и отличного настроения. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»